Второй день первонационального градостроительного форума начался с презентации иностранных архитекторов и представителей международных компаний, которые принимают активное участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Рассказали о проделанной работе представители швейцарской компании, разработавшей гемпланы трех освобожденных городов. Зангелана Гувады и Киальбаджара. Минеральные планы разработаны с акцентом на образовательные учреждения и жилые дома. Нам еще предстоит сделать много всего. На освобожденных территориях несколько раз я стала свидетелем того, что это действительно прекрасный край. Он должен развиваться, и я очень рада, что мы способствуем этому, применяя здесь зеленую экономику. Если вы спросите в Швейцарии, сколько времени займет восстановление городов, то вам однозначно скажут очень много. Но в Азербайджане люди готовы сделать все, направив все ресурсы на восстановление. Судить о проделанной работе несложно. День ото дня создается новая инфраструктура. Постепенно уроженцы возвращаются в свои дома. Строятся современные малоэтажные дома. Умные концепции также будут применены в Зангелане. В село Агалы уже переселилось 66 семей. В настоящее время они живут там. Процесс переселения будет продолжен параллельно со строительством и сдачей в эксплуатацию новых домов. Запланирована закладка фундамента и других сел. Форум предоставил площадку участникам для обмена опытом, способствующим устойчивому развитию и восстановлению городов, изучение азербайджанской модели, реконструкции населенных пунктов, а также установление контактов со специалистами и политиками, сталкивающимися с аналогичными проблемами в разных странах. В Европе не так хорошо знают о проблемах Карабахи, особенно о проблеме МИН. Это просто ужасно, что до проведения работ по реконструкции вам еще приходится очищать территорию от МИН и неразорвавшихся боеприпасов. Этот форум предоставил возможности компаниям и инвесторам узнать обо всех проблемах. Я никогда не сталкивался с настолько профессиональным планированием городов. Вы проектируете города с нуля, а помимо этого вы возводите зеленые города с нулевым выбросом углерода. В ходе форума иностранным гостям рассказали о состоянии историко-культурных памятников на освобожденных территориях, а также о процессе их паспортизации. Что касается археологических памятников, то они были в очень плохом состоянии. Министерство культуры продолжает работу для осуществления их консервации. 706 историко-культурных памятников на освобожденных территориях прошли государственную регистрацию. В результате мониторингов были обнаружены 403 памятника. Сейчас мы собираем всю необходимую информацию, архивные документы о них, планируем подготовку их паспортов. Отмечу, что 56 паспортов уже готовы. Данные паспорта станут научным источником, которым будут пользоваться для реставрации и консервации этих объектов. Напомним, что открытие форума состояло вчера в Агдаме. Его участники обсудили постконфликтную реабилитацию территории, проблемы, которые необходимо преодолеть, и призывы к действию. Постконфликтное восстановление культурно-исторического наследия, внедрение зеленых инноваций, а также развитие зеленой экономики. Продолжение следует...